Два часа до романтического свидания или секса, чтобы за это время организм успел выделить пирамоны для привлечения и возбуждения партнера. И многие из вас знакомы с книгой Ларисы Ринар «Круг женской силы», где написано, что женщина, она может быть в четырех образах – любовница, королева, девочка, хозяйка. Создать, подчеркнуть эти образы, вам помогут ароматы новых систем по уходу за телом. Раскрась мир в розовый, розового цвета. Вы – хозяйка, хранительница очага. Он отражает вашу любовь к своим близким. Вы нежная, вы безграничная. Прокатись на радуге. Вы – любовница. Романтичная, загадочная, нежная, игривая, ласковая, пробуждающая чувства. Дотянись до луны. Вы – королева. Вы – бизнес-веди. Активная, яркая, бьющая искрами фонтан ярких идей и солнечного настроения. Как сказала Куко Шанель, для того, чтобы быть интересной, надо меняться. Так и здесь. Нельзя застрять в образе хозяйки. Надо все время быть интересной. Сейчас вы – хозяйка, вечером – любовница. Днем вы – королева и бизнес-веди. И все это возможно с помощью нашей новой ароматической коллекции. Все ароматы наши. И женщина, в которой раскрыта и проявлена женственность – это настоящий талисман для своего мужчины. Она приносит ему успех, удачу, уважение, изобилие и процветание. И если женщина живет в однокомнатной квартире, если муж ее не успешен, то проблема не в мужа. Проблема в женщине. Она не дает ему энергию любви. Скажите, пожалуйста, вы восхищены новой коллекцией от компании «Майкей»? И поставьте, пожалуйста, плюсики, кто уже обладает. Вот те счастливые обладательницы уже этих коллекций. Я думаю, что у вас все три новые коллекции. Отлично. Отлично. Супер. У нас действительно с вами сегодня великолепная встреча. И сейчас мы с вами поговорили о том, как с помощью ароматов увлечь, привлечь мужчину. И давайте в нашем сегодняшнем вечернем женском разговоре мы еще поговорим о состоянии тела. 98% женщин не хотят смотреть на свое обнаженное тело. Но именно уход за своим телом говорит о любви к себе. Давайте вспомним японских женщин. К сожалению, европейские женщины начинают задумываться об уходе за телом лишь тогда, когда кожа теряет тонус, упругость, становится дряблой, провисает, крылышки ангелов появились вот в этих местах. Теллюлитик. И тогда начинает обращать внимание. Но тело требует тщательного, грамотного, ежедневного ухода. И не только весной, когда мы начинаем примерять купальник. Так что давайте позаботимся. И никогда не поздно обратить внимание на свое тело. Многим из вас известно имя или посмотрите в интернете фотографию Эрнестына Шепард, 37-го года рождения. Сколько ей лет? И 80 лет ей в этом году. Она обратила внимание на свое тело в возрасте 56-ти лет. Когда она обратила внимание, у нее появился муж Колин Шепард, который моложе ее на 20 лет. А, кстати, есть эксклюзивный рецепт для того, чтобы ваше тело было в тонусе, чтобы не образовывались лишние жировые складочки. Пейте свой первый и последний стакан первый утром, последний перед сном, очень холодным. Утром, когда встанет, и вечером непосредственно перед сном. Это заставляет тело нагревать воду и для этого тратит дополнительные калории, которые при пустом желудке утром или перед сном будут получены только путем расщепления жировых энергетических запасов на животе. Вот так мы дадим небольшого пинка собственному метаполизму. Давайте поговорим об уходе за телом. И, конечно же, прежде всего, это любимый тонизирующий лосьон для тела. Великолепное средство для предупреждения появления растяжек у беременных. Убирает уже те растяжки, которые появились. У меня есть клиентка, после родовую, на груди у нее остались растяжки. И одна грудь была прооперирована. Когда я ей предложил тонизирующий лосьон, она наносила только на здоровую грудь. Встретились мы с ней через три недели. На одной груди растяжки полностью исчезли. Но на второй, которая была прооперирована, так и остались. Поэтому, если свежие растяжки, то через три недели великолепный результат. Тоже будет в тонусе с этим лосьоном. Она будет более гладкой, упругой. Контуры тела будут более четкими. Потому что состав этого лосьона, мы сейчас об этом и поговорим, он стимулирует клеточную активность. Укрепляет именно клеточную структуру кожи. И ускоряет процесс расщепления жировых отложений. За счет чего? Вот всегда, когда мы говорим, что он что-то делает, то следует говорить, за счет чего? За счет каких компонентов? Прежде всего, это экстракт из ягод пальмы асаи. Это инновация. Вот использование асаи в косметологии – это инновация. Укрепляет коллагеновые волокна, повышает упругость кожи, укрепляет иммунную систему. Экстракт семян тыквы. Тыква – это вообще в древние времена за флакончик темной жидкости масла тыквы отдавались листки золота. Это комплекс омега-3, это комплекс омега-6, это комплекс флавоноидов, фитогормоны, которые укрепляют именно подкожные компиляры, предотвращают появление на коже сосудистых звездочек, кровеносных сосудики, особенно на теле, на ногах они начинают проявляться. Это ферменты. И когда мы наносим тонизирующий лосьон, то у нас идет ферментный пилинг нашего тела. Флорофилл содержится в тыквенном масле, пограничник, который стоит на страже здоровья. Экстракты семян органии. Мы уже знаем, говорили об этом, что органия растет только в одном месте – в Марокко. И марокканские женщины, они славятся красотой своего тела. Они на все тело наносят органовое масло. Масло органии в нашем тонизирующем лосьоне. Экстракт плодов боярышника. Боярышник – это дерево богини любви. Это защитное дерево. Содержит комплекс фитогормонов. Причем один из фитогормонов – кверцетин. Он поддерживает эластичность и он реанимирует, постанавливает антираковый ген П53. Защита нашего тела от тонкозаболеваний. Кофеин. Причем это экстракт из плодов кофе-арабика. Это прекрасное тонизирующее свойство. Выводит лишнюю жидкость из организма. Сантиметры тают на глазах. И именно поэтому кофеин включает дорогие марки в свои антицеллюлитные средства. А вот волшебные свойства кофеина были обнаружены благодаря сборщикам кофе. Люди работают на кофейных плантациях. Несмотря на длительное пребывание на солнце, именно те участки кожи, которые соприкасаются, контактируют с кофейными ягодами, они остаются молодыми, гладкими и упругими. И ученые заинтересовались этим свойством зерен кофе. Выделили экстракт из плодов кофе. И кофеин включает в состав своих средств такие дорогие марки, как Эстелаудер, Ленис, Дорфин. Витамин Е. Витамин молодости. Витамин красоты. Экстракт из листьев мирта. Мы уже с вами знаем, мирт содержится в нашем увлажняющем тонике. И богатые француженки протирают лицо миртвой водой для того, чтобы сохранить свою красоту и молодость. Дорогой, элитный парижский бренд Йонка в серию выпустил срез по уходу за кожей лица на основе экстракта мирта. Экстракт Готукола. Готукола мы уже знаем. Мы знакомы с Готуколой из нашей великолепной антивозрастной системы РИПЕ. Эстела азиатская. И было открыто, что тритерпены Готукола они обновляют коллаген качественно и количественно. То есть это прекрасные результаты для восстановления упругости кожи. И экстракт зеленого чая. Зеленый чай, он с одной стороны замедляет процесс гликации, с другой стороны стимулирует рост коллагена. А гликации – это когда молекулы глюкозы разрушают, делают хрупким коллагеновые волокна. Ее кожа тогда провисает, появляются так называемые вот эти крылышки ангела. Экстраконского каштана. Это противовоспалительное, антицеллюлитное свойство. Усиливает микроциркуляцию в крови, предотвращает отложение жира. И глицерин. Кстати, глицерин, он присутствует во всех липидах растительного происхождения. Наш организм сам производит глицерин для нормальной работы всей системы. И если по какой-то причине роговой слой перестает получать эндогенный глицерин, кожа становится грубой, становится сухой. Растительный глицерин, который используется в тонизирующем лосьоне, он является побочный продукт при производстве рафинированных масел, он гипоаллергенен. Уэта суперуглажняющий, супер необходимый для сухой кожи. делает кожу гладкой, увлажненной. Он буквально собирает влагу из воздуха и насыщает кожу, связывает молекулы воды. Вот такой замечательный тонизирующий лосьон, который помогает сохранить наше тело в великолепной соблазнительной форме. И антицеллюлитный крем-гель. Вот лосьон и крем-гель – это два неразлучных средства. Это синергисты. Они усиливают действия друг друга, дополняют друг друга. Если говорить о целлюлите, то целлюлит есть у всех. И у худеньких, и у полненьких. И это наше с вами женское привилегие, потому что у мужчин целлюлита нет. Но благодаря тому, что у нас с вами есть антицеллюлитный крем-гель, у нас с вами есть тонизирующий лосьон, наше тело будет безупречно. Антицеллюлитный крем-гель содержит органовое масло. Мы уже о нем говорили. Глюколевая кислота знакома нам, потому что пилинг компании «Моряки» содержит глюколевую кислоту. Таким образом, антицеллюлитный крем-гель, обратите внимание, у нас идет кислотный пилинг тела. Идет подтяжка. То есть тот результат, который дает пилинг, когда мы используем его для лица, такой же результат. Благодаря антицеллюлитному крем-гелю мы получаем для тела. Идет глубокое увлажнение, эксфолиация кожи, отшелушивает, удаляет омертвевшие клетки, подтягивает. Кофеин, мы уже о нем говорили, экстракт морских водорослей. И сейчас очень распространена таласа терапия, обертывание морскими водорослями. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами. Комплекс омега-3. Уменьшает объемы тела. И вообще блистательный такой эффект достигается путем оттока жидкости из ткани. Кстати, японские женщины очень широко используют водоросли по уходу за кожей тела. Экстракт корня калеуса. Он произрастает только в Шри-Ланте. Стимулирует клеточную активность и содержит форскалин. Это компонент дитерпен, который сжигает жир, активизирует ферменты и запускает метаболические реакции. Усиливается липолиз. И форскалин, он незаменим для борьбы с целлюлитом. Вот такой шикарный состав наших двух средств. Скажите, пожалуйста, что новое или важное вы взяли сегодня для себя вот из нашего такого женского разговора. Я могла читать. Ирина пишет, кожа приходит в тонус при регулярном применении. Наташа, хочу наносить на все тело. Так, отлично. Еще что новое или важное вы сегодня от меня узнали. Я постаралась быть для вас максимально полезной. Оксана, как правильно применять их вместе надо? Спасибо, Оксана. Анастасия. Сначала мы наносим антицеллюлитный крем-гель, а затем тонизирующий лосьон. Аня, очень интересная презентация новинок. Спасибо, Аня. Я думаю, что вы теперь с удовольствием будете пользоваться всеми тремя средствами. Инна, спасибо. Вкусная презентация новых средств. Анастасия. По типам женщины любовница, королева. Спасибо, что раскрыли женские секретики. Людмила пишет, можно ли посмотреть записи. Так, Юлия. Спасибо, за дополнительно вдохновляющую информацию. На декольте и грудь можно лосьон упругость применять? Оксана, очень хороший вопрос. Я вообще-то планировала сегодня еще рассказать несколько секретов о декольте, но времени позволять. Я думаю, мы еще с вами встретимся. Но я пока скажу, что для декольте тоже великолепно это применять. Только очищаем декольте мы именно очищением TimeWise для сухой кожи. Только этим средством очищаем декольте. Наносим крем-гель антицеллюлитный, лосьон. И очень хорошо, просто обязательно для декольте надо использовать крем для руки зоны декольте с SPF-фактором. Так, здесь немножко я пропустила, что вы можете своим клиенткам предлагать все наши средства из новой ароматической коллекции. Вот именно в таком порядке, как я вам рассказала. Повторить знаки зодиака. Амина просит. Хорошо, давайте сейчас я повторю знаки. И знаки зодиака, они в основном только в западной астрологии имеют значение. Ну, давайте. Значит, сандал, он для всех знаков зодиака подходит. Следующий у нас по порядку. Обин, кедр, телец, мускатный орех, близнецы, лаванда, рак, жасмин, лев, корица, розмарин, дева, пальмороза, полынь, бесы, роза, скорпион, пачули, стрелец, апельсин, ладан, козерог, можжевельник, водолей, бергамон, лимон, рыбы, илам, илам, и масло базилика. Вот такое соответствие. Так, Оксана, то есть что-то проскочило, то есть для упругости. Да, нашу маску декольте, давайте у нас еще есть время, и я все-таки скажу о декольте, я скажу вам несколько таких пикантных, интересных особенностей для ухода за кожей декольте, хорошо? Есть секрет, то есть мы сейчас с вами поговорили, что обычно наносим пензирующий лосьон, крем для руки зоны декольте. Если вам до 25 лет, то два раза в неделю вы делаете на ночь следующую маску, наносите сначала на зону декольте питательную сыворотку плюс Т, и сверху увлажняющую маску есть, идете спать. Если вам уже исполнилось 25 лет, если вам уже в районе 40 или элегантный возраст, то эту маску питательная сыворотка плюс Т и накрываем увлажняющей маской гель, мы делаем через день. И я вам сейчас объясню, почему мы это делаем. Питательная сыворотка плюс Т комплекс веществ, уникальных веществ, богатейшие запасы витамина С. Это сыворотка, это интенсивная терапия, витамин С, он способствует выработке фибропластами кожи, коллагена, эластина и сыворотка, это концентрат красоты, содержит энхансеры, которые протягивают активные компоненты в глубокие слои кожи. И когда мы питательную сыворотку плюс Т накрываем увлажняющей маской гель, то эффективность ее повышается во много раз. Вот про увлажняющую маску гель я хочу сказать несколько слов, буквально, когда я провожу мастер-класс, и я всегда даю пробовать и рассказываю о маске гель. это живительный водопад, это диагра для кожи. Вот буквально два дня назад у меня был мастер-класс с четырьмя дамами элегантного возраста, 47-й год, 43-й год, и когда на индивидуальном завершении я задала вопрос, скажите, пожалуйста, вот из того, что мы пробовали, чем вы бы хотели пользоваться? Они все в один голос сказали, но сначала индивидуально каждая, мне вот эту виагру дайте. И это не случайно. Действительно увлажняющая маска гель, это виагра для нашей кожи. Она содержит гиалуроновую кислоту, гиалуронат натрия, насыщает кожу влагой, разглаживает. Хомский каштан великолепен для кожи. Сквалан, сквалан был обнаружен в масле печени глубоководных акул. горбоководной заглаживает. гостин вода гиалуронат в месяц гиалуронат буй гиалуронат тот гиалуронат мостин Продолжение следует...